Основным событием прошедшей сессии стал отчет главы города. Для Романа Бурдина это был своеобразный экзамен. Своё выступление глава города Роман Бурдин начал с традиционной информации, что в ежегодном отчете находится 37 формальных пунктов, по исполнению которых и даётся фактическая оценка результатов деятельности руководителя города. Эти критерии охватывают все стороны жизни муниципального образования и, как правило, неисполненными выступают 2-3 категории. В этом году оказался невыполнен показатель по росту численности населения. В Бердске и НСО наблюдается естественная убыль жителей. По состоянию на 1 января 2024 года численность населения Бердска составила 102 756 человек. Ещё одним пунктом стало невыполнение расходов бюджета. Но так как бюджет Бердска дотационный, он напрямую завязан на финансирование из региона. И после этого глава города перешёл непосредственно к отчёту по итогам работы администрации за 2023 год и самыми первыми осветил вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Здесь несколько глобальных проблем. Задержка в строительстве котельной «Восточная», износ сетей, ситуация с напорным канализационным коллектором Бердска-Новосибирск. Количество аварий на городских сетях растёт год от года. В 2021 году 51 авария, в 2022 – 71, в 2023 – 101 авария. В 2023 году на устранение аварий было потрачено 138 миллионов рублей. Как и ожидалось, по котельной «Восточная» принято решение сменить застройщика и начать процедуру нового конкурса по выбору подрядчика. Скажу откровенно, подрядчики попались нерадивые, без собственных оборотных средств. В ручном режиме мы этот проект тащили. Хочу поблагодарить и депутатов, которые активно принимали участие в этой работе. Но достигнут предел, поэтому сейчас принято решение о расторжении контракта с подрядчиком. В настоящее время заказана независимая экспертиза, которая определит три параметра, позволяющие нам в одностороннем порядке на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 3 статьи 723 Гражданского кодекса, пойти на одностороннее расторжение контракта. Что должна определить экспертиза? Первое, это определить отклонение реализованных решений от проекта. Второе, провести освидетельствование объектов, объемов, оценить стоимость работы. В общем, дать нам оценку по взаиморасчетам с подрядчиком. Экспертизу наняли специально с лицензией судебной экспертизы, для того, чтобы понимаем, что пойдем в суд, для того, чтобы постараться максимально быстро получить решение суда. Отапливать центральную часть города будет продолжать котельная ТГК-1, с руководством которой, по словам главы, договоренность будет достигнута. Напомним, что по закону котельная ТГК должна быть выведена из эксплуатации к началу осени этого года. Сейчас будут несены изменения в схему теплоснабжения, по которым котельная ТГК будет работать до момента ввода в эксплуатацию котельной Восточной. Из серьезных проектов в Бердске предстоит ввести в эксплуатацию новую станцию водоподъема на Обском море. На выходных город стоял перед риском остаться без воды. В этом году не выносили налет станции водозабора, а уровень Обского водохранилища практически опустился до критической отметки, после которой водозабор невозможен. Стартовая стоимость работ составляла 660 миллионов рублей. После завершения проектирования стоимость возросла практически вдвое. О многом говорилось в отчете главы. Почти час длилось выступление с трибуны. По итогу депутаты единогласно приняли отчет первого лица города. Из иных вопросов, рассмотренных на сессии, стоит остановиться на предстоящей реорганизации двух муниципальных предприятий. Планируется вместо МУП БТП и МУП спецавтохозяйства создать ООО. Реорганизацию требуется завершить до 1 января 2025 года. На уточнение депутатов, что по итогу планируется сделать, и не потеряет ли свою собственность после преобразования в ООО этих двух организаций, было заверено, что ничего плохого не произойдет. Правильный вопрос, не потеряет ли имущество муниципалитет, не окажется ли оно в частных руках. И Елену Викторовну, Борозди, ну там благодарю, и собственно сами прорабатывали вопрос. Есть ряд инструментов, которые нам с вами необходимо будет выполнить. Ну, например, первый инструмент, любые решения по отчуждению имущества, только согласие учредителей. Дальше, второй инструмент, создание ревизионной, ну, назовем его контрольной ревизионной, ревизионной комиссии, куда представители Совета депутатов, контрольные счетные палаты, войдут администрации. Ну, то есть инструменты, позволяющие контролировать и невозможность осуществления каких-либо действий, связанных с отчуждением имущества в том числе. Поэтому пока полагаю, что будем в ООО, ну и все, в принципе, с этим, насколько я понимаю, согласны. Но не забудем создать вот эти инструменты для полного контроля. Татьяна Замулина, начальник управления городостроительства, администрации города, представила изменения в правила землепользования и застройки города Бердска. Теперь запрещено на участках, предназначенных для жилого строительства, возводить объекты торговли. Что касаясь различных СТУ, которые нередко расположены на участках, относящихся к малоэтажной зоне застройки, то они уже давно вне закона. А что их не убирают, это уже другой вопрос. Еще одним знаковым событием для Бердска стали проводы на сессии с должности начальника Бердского УКСА Антона Антонова. Руководство города пожелало ему успехов на новом месте. Пока информации о новом назначении бывшего директора УКСА нет.